Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор пятого каталога Фоберлик. Итак, поехали! Будем с вами рассуждать, что лучше взять в нынешней сложившейся ситуации. Будем, конечно же, на момент начала действия каталога смотреть, что есть на складе, смотреть, насколько изменились цены. Это всё понятно, да? Я расскажу вам про то, что я планирую брать. Надеюсь, что вам обзор будет этот полезен. Итак, поехали! Конечно же, будем брать с вами новинки. Будем брать с вами новинки. Обязательно будем максимально выгодно делать 100 баллов, да, потому что парогенератор у нас с вами остался, он никуда не делся. Акция пока продлена, и по ней изменений нет. Я хочу в ней участвовать, да. Балл у нас повысился с вами вместе с ценой. Поэтому, да, у нас будет немножко меньше продукта в заказе, но сумма, в принципе, не изменится. Потраченные деньги, то есть они не увеличатся. Смотрела уже обзоры у випов на тушь вот эту, и, честно говоря, я прекрасно понимаю, что такое натуральная тушь, да, поэтому я её брать, скорее всего, не буду, но, может быть, и обозреем. Вообще нет, это будут деньги выкинуты на ветер, поэтому, скорее всего, мимо. Помадку обязательно возьмём с вами какую-нибудь, потестируем. Сейчас губы сохнут жутко, несмотря на то, что в квартире увлажнитель пашет день и ночь, да, но вот увлажняющие помадки с хорошим таким составом, конечно, не помешает. Вот, 100% переработанный пластик, безопасный для природы, да, и составы у нас тоже достаточно натуральные. Очень интересная, кстати, линейка, я такие продукты люблю. Пудрами я не пользуюсь, и когда вы спрашиваете у меня отзывы о пудре, это, наверное, практически единственный вопрос, которым я вам помочь не могу, потому что я не пользуюсь от слова совсем. Меня в плане, я вас немножко шатаю, да, что-то у нас штатив плохо стоит. Мне в этом плане хватает кушона Iseul, поэтому пудра мне с ним совсем не нужна. Даже когда у меня была комбинированная кожа, Iseul прекрасно выполнял функцию и тонального крема, и пудра. Обязательно возьмём с вами какой-нибудь бальзамчик поиграться, да, натуральный состав, всё классно, если что, отдам Ксюше. Сыворотку-хайлайтер подумаю, подумаю, посмотрю, буду набирать баллы, подумаю, посмотрю, если что возьму, а так, мне кажется, вот этот продукт будет очень интересно и красиво наносить вот именно под тональное средство на всё лицо тоненьким-тоненьким слоем. Вот так будет, мне кажется, очень круто. Для бровей средства, девчонки, я не беру, и вопросы бывают периодически в комментариях и в личку, у меня татуаж, поэтому все средства для бровей мимо меня. Тональный крем достаточно лёгкий, написали, но я прям боюсь изменять кушону, подумаю тоже взять, не взять, потестировать. Наклейки обязательно возьмём, прям очень хочется, и применим с вами их куда-нибудь, да. Прошлые татуировки мне не понравились, потому что я пробовала на шею, да, и они на такой плёночке находились, и они сразу отлетают. То есть вот вообще не понравились. А для ногтей всё супер, всё классно, мы с вами тестировали. Лайк программы пока заморожено, но не надо по этому поводу паниковать. Когда всё устаканится и нормализуется, нам позволят, все каталоги, которые мы пропустили, надеюсь, их будет мало и не выбрали продукт по лайк, нам позволят его выбрать, компенсируют обязательно. Компания в этом плане о своих клиентах заботится, кто бы что ни говорил. Так, поехали дальше. Мы с вами на акции здесь не смотрим, поэтому я про них даже рассказывать не буду, что выгодно купить и так далее. По уходу за кожей писала в Дзене пост. Кто девчонки на Дзен не подписан, всегда ссылку оставляю. Там я пишу посты, и они будут не только про косметику. Я собираюсь писать посты на какие-то психологические темы, потому что моё второе образование ещё психолог. Какие-то, знаете, такие вот советы, что ли, как в данной ситуации успокоиться, успокоить своё внутреннее состояние и окружить своих близких заботой и жить счастливо. Скажем так, вкратце. Я буду обязательно всё это там писать. Будем с вами на эти темы там общаться, поэтому проходите. Был пост по уходу за лицом в летнее время, точнее в тёплое время года там. И мы рассматривали с вами там серию Глоблоксиджен, и в том числе кислородную маску лица. Она прекрасно подходит на весну. Так же, как и кислородный баланс, дневной крем очень классно матирует. И если у вас жирная комбинированная кожа, вот сейчас можете к нему уже присматриваться, да, и делать какие-то запасы и так далее. Потому что я им спасалась в своё время, прям на самом деле. Так, что ещё мы с вами рассмотрим в этом каталоге? Я... Лайк отключили, но вип-программа, по-моему, работает. И по вип-программе я планировала взять зелёный парфюм. Зелёный парфюм, потому что он очень похож на дочек обману императрицы, на мой взгляд. Он мне очень понравился, я хочу взять именно его. Но посмотрим, посмотрим. Потому что запас порошков у меня есть. Причём, ну, месяца на два ещё хватит фаберликовских. Я что-то много в своё время набрала. Запас кондиционеров, две штуки тоже, может быть, какой-нибудь один ещё возьму, да. И моющие средства пока тоже у меня все в большом запасе есть. Что касается бытовой химии, потому что именно на неё ценник возрос в разы. А также, как и серия Эксперт, вот эта вот зелёненькая Себобаланс у нас с вами, тоже подходит для жирно-комбинированной кожи сейчас на тёплое время года. К ней тоже советую присмотреться. А так, конечно, будем выбирать, смотреть с вами на момент уже начала действия каталога. Кислотный уход откладываем, хотя пилинг Фаберлик достаточно деликатный, да, но в нём всё-таки есть кислоты. Если вы склонны к появлению пигментных пятен, то я вам пока рекомендую отложить. Если очень хочется взять по хорошей цене, то берите и оставляйте на осень. Осенью всё израсходуется, сроки годности, я уверена, будут ещё позволять. Скраб для тела антицеллюлитный, прям классный, новый. Он гораздо гуще предыдущего. Тот был пожиже, и мне он прям нравится. Я от него испытываю восторг, поэтому запас пока тоже есть. А так, вообще, девчонки, на момент действия начала каталога, начало действия, мониторить надо цены, потому что на что-то сильно подросли, на что-то совсем не подросли, на что-то подросли минимально. И поэтому уже из своих приоритетов будем исходить и делать заказ. Жалко, что нет, конечно, программ Фаберликлэп, но, тем не менее, всё нормально, всё образуется. На весну очень рекомендую, и особенно на лето, на жару. В том году прям был моим любимым кремом, и это гиалуроновый гель Алоэ. Если переборщить, он оставляет липкость, поэтому совсем граммулечку, на какую-нибудь сыворотку или тоник наносим, хорошо распределяется и очень быстро впитывается. Я с ним прям тем летом проходила и вообще очень довольна понравилась. NFW тоже прекрасные средства для жирной комбинированной кожи и нормальной на тёплое время года. Начинаем смотреть уже на такой с вами уход. Мне безумно нравится лосьон из этой серии. Вот он. Он охлаждает, там как будто ментольчик есть. Вот вообще классно. Прям обожаю, люблю, люблю, люблю. Серию Жардин мы с вами разбирали. Про неё уже много говорили. И пока я прохожу мимо, прохожу мимо. Любимая матовая помадка моя, Вельвет Кис. Люблю её, очень классная на самом деле. Но будем смотреть, какой будет ценник на эти средства. В этом каталоге тоже много новинок. Я надеюсь, они все будут доступны к заказу. First Class сейчас является моей любимой тушей. Достала новую в использовании, которую заморозила в холодильнике коричневую. Обожаю девчонки. Вот про чёрную, другие цены писали, что они приходят суховатые, что они могут создавать комочки. Я не могу сказать, я уже четвёртую беру коричневую, у меня никаких проблем нет. На неё скидка в каталоге, сколько она будет стоить по факту, посмотрим. Одна из любимых тушей. Кушоны новый цвет. Мы с вами тестировали тоже все ссылочки в инфобоксе, будут на ролики предыдущие. Мы с вами тестировали сменный блок. Он хорошо подходит к кушону ICU. Кушон, обожаю любовную любовь, и вообще не хочется ни с какими тональными средствами экспериментировать. Он классный, он плотный, он хорошо перекрывает, но в то же время он невесомый. Я таких средств ещё в своей жизни не встречала, хотя были тональники очень дорогие. Действительно очень дорогие, с заявленными функциями, там такими. Кушон вне конкуренции, девчонки. Вот кто не пробовал, я прям рекомендую. Но если у вас есть на коже шелушение, их подчеркнёт любой тональный крем, да, в том числе и кушон. Поэтому мы сначала за своей кожей правильно ухаживаем, убираем все эти шелушения. Это делается элементарно. У меня масса роликов по уходу за кожей, правильному очищению и так далее. А потом уже пользуемся, да, увлажняем как следует кожу. И не будет никаких шелушений, всё будет лежать на вашем личике идеально. Просто идеально. Вот пудру всё время распродают. Девчонки её очень, кстати, хвалят. Кто про пудру у меня спрашивал, я не пользовалась. В серии Дубастер, моим любимчиком до сих пор остаётся праймер для губ. Я вообще сейчас практически никаким помадами не пользуюсь. Нанесла праймер для губ. Губки ровные, красивые, лёгкий, выбеливающий такой эффект. И пошла всё в пир и в мир. Красота. Вот такие новинки лаков у нас будут с вами. Тоже натуральная формула, пропускающая воздух и воду к ногтевой пластине. Очень интересно, на самом деле, насколько это вообще реально и возможно. И оттенки такие какие-то натуральные. Такое ощущение, что здесь вот у нас куркума используется, нарисована корица. Может быть, и корица вот в этом оттенке. Может быть, они даже все вот эти цвета, они используют натуральные красители. А ну вот куркума. Поэтому классно, здорово, замечательно. По поводу новой линейки для ногтей. Универсальное средство для снятия всех видов лака. Я снимала лак обычный с гель лака вот этого. И великолепно, слушайте. Просто приложил, ничего тереть не приходится. У меня был светлый лак. Я не знаю, как поведет себя это средство с темными, да. Но мне кажется классно. Там, конечно, ядреный запах, прям живой такой от стон. Но идеально удаляет вообще без каких-либо усилий. Для меня это был шок, восторг, вообще супер. Девчонки предложили попробовать даже гель лак снимать. Но я, может быть, перед походом в салон во влоге в каком-нибудь с вами попробую. Мы нанесем на ноготочек, да. Это средство, точнее, наверное, на ватку или пролончик. Обернем ватный диск вокруг ногтя и фольгу на 10 минут. Посмотрим. Может быть, правда, это покрытие даже снимает. Я не удивлюсь, если честно. Мой любимый карандаш. Вам уже много раз про него рассказывали, да. Ну, серия Аромия пока мимо. Это не средство первой необходимости. И мы будем с вами максимально выгодно собирать закат, да. Вот я хотела зеленый парфюм, потому что он у меня вызывает восторг. И для меня он на 95% схож с императрицей. На весну, если будете выбирать себе парфюм. Рената Секрет зеленая. Пуртужор. Бьюти Кафе Каприс тоже подойдет вполне себе на весну. Цветочный, красивый, вкусный. Я его очень люблю. Мур-мур. Прям ванилька, пудра, шоколадка. Но не навязчивый, не тяжелый. Тоже вполне себе. Джоли-джоли. Тоже подойдет на весну. Дизирабль тяжеловат. Ауру вообще по мне тяжелый невозможно. Ферикс Сенсуэли больше на холодное время года. Каори можно посмотреть зеленый, желтенький. Они все очень хорошенькие, да. Дальше у нас мужская парфюмерия в перемешку с женской. Здесь все из этих ароматов для меня довольно тяжелые, поэтому прохожу мимо. Из восьмого элемента, если много вопросов просто было, какой парню, какой мужчине. Восьмой элемент красный 30 плюс для меня. Восьмой элемент голубой 20 плюс и до бесконечности. А вот желтенький почему-то нет в каталоге. Для молодых ребят прям по мне очень хорошо подходит. Можно присмотреться. Серия мужская классная. Смотрите кому-то на подарки и так далее. Мне кажется, на нее ценят не сильно возрос. Я сейчас уже который раз мою шампунем от перхоти сама. И по мере того, как буду видеть результаты, да, или просто дай мне напишу, или расскажу вам в каком-нибудь ролике. Говорят, что цены пока, да, на тот момент, когда я снимаю видео, не изменились на биоси. И есть распродажи биоси. Поэтому, если вам нравится что-то из этой продукции, можно запастись и там. Там есть средства, кстати, тоже моющие различные. Небольшой выбор, но тем не менее они есть. Посмотрим, что будет на момент начала действия каталога. Здесь у нас в линейке Эксперт Фарма с вами выходят гладкие пяточки. Где они, мои родные, дорогие? Огромные. Не вижу, девчонки. Сейчас найдем. Вообще, эту серию очень люблю, уважаю. Она обладает и лечебным эффектом, поэтому советую присмотреться к ней всегда. Единственное, что мне не подошли здесь пасты. По поводу антипреспирантов есть подробный пост. Здесь достаточно много алюминия в составе. И до дочери я не стала отдавать этот дезодорант. Пользуюсь ими сама. По поводу 3-4 дней нет. У меня не держало. Я начала пользоваться на момент, когда заболела. У меня была высокая температура. Я потела, мне хватало до утра. И все равно был пот. Запаха не было. Но у меня тогда запаха нигде не было. Так что, скорее всего, он был. То есть на сутки. На сутки. На двое это максимум. Ну, вот лично у меня. Хотя мне обычных антипреспирантов, и берликовских хватает на сутки тоже. Поэтому вот так. Но зато у меня антипреспирантов запас пока великий. По поводу прокладок будем смотреть по ценам. А так, конечно, хочется запастись этими средствами. Потому что и в магазинах средства личной гигиены подорожали очень сильно. Бальзам для стоп гладкие пяточки. Вообще это мастхев из всех мастхевов. Я в свой адрес слышу только благодарности. А девчонок, спасибо вам. Я рада быть полезной, которые попробовали его. Теперь он у нас с вами в большой такой тубе, 100 мл. Прямо берем, пользуемся. Хватает его надолго. Все сухие места на теле смягчает. Здесь 30% глицерина. Ножки обработали как следует пемзой, нано-пемзой или чем вы обрабатываете. Смазали. Бальзамом гладкие пяточки на ночь. Одели носочки. И с утра и на протяжении еще нескольких дней у вас идеальные ножки. Локти. Можно даже девочке писали на лицо, у кого сухая кожа. В общем, у него масса применений. Я его очень люблю. Жидкомыл из хлорки ксидином. Я не очень люблю такие средства. Не знаю, буду брать или нет. Посмотрю. Потому что на постоянной основе средствами с антибактериальным эффектом пользоваться не очень полезно, скажем так. Потому что помимо вредных бактерий, такие средства смывают и полезные. Они нам очень нужны. Поэтому я таких средств стараюсь избегать. Мы даже в пандемии антисептиками для рук не пользовались. Скажем так, обычно мы приходили домой и мыли. По поводу геля для душа у меня тоже большой запас. Так же, как и жидкого мыла, я набрала бьюти-кафе в больших экономных упаковках. А так тоже посмотрим на цены. Что будет по ценам. Потому что эти средства всегда нужны. И наша компания остается, слава богу, с нами. В отличие от других. Я думаю, сейчас ежедневно с рынка будут исчезать компании косметические. Будут однозначно. Так и происходит. А Фаберлик остается с нами. За что ему большое спасибо. Потихонечку с вами приближаемся к бытовой химии. Надо посмотреть, кстати, что будет из каши, из еды тоже. Потому что у меня есть любимчики. Фаворит на данный момент в уходе за волосами это мороженое. Поэтому, кто не пробовал, попробуйте. Здесь на момент тоже съемки видео ценник подрос совсем немножко. Поэтому для волос вот такие средства шикарны вообще. Кофе. Буду смотреть тоже, сколько на момент начала действия каталога стоит кофе. Если цена будет более-менее адекватная, то, конечно же, возьму. Так же, как и еду. Мне здесь, кстати, нравится вот эта каша, которая на картинке. Очень нравится. Вот я ее ем с удовольствием. Ксюша, почему-то так не очень. Яблоко-корица. Мне вообще просто нравится сочетание именно яблока и корицы. Наши коктейли тоже не сильно подорожали. В общем, чате Фаберлик в Телеграм. Девчонки присылали, сколько они стоят в других компаниях. Девчонки там даже батончики протеиновые по полторы тысячи. Я не буду называть эти компании. Уж я молчу про ценник на коктейле. Поэтому я не понимаю тех, кто хайд Фаберлик. Я пока за Фаберлик руками и ногами не сильно подросли на сегодняшний день цены на БАДы. У меня есть те, которые я пью постоянно. Поэтому буду смотреть. Буду смотреть по ценам и запасаться теми, которые я пью. Потому что после удаления желчного мне эти БАДы прям за месяц организму вернули форму. У меня были идеальные анализы и так далее. По новинкам полотенчикам посмотрю тоже, сколько будут стоить. Потому что мне очень нравятся расцветки. Я даже не везде в Ивановском трикотаже могу себе такие найти. Я бы вот таких вот кремовых, карамельных набрала. В каталоге цена адекватная. Будем смотреть, сколько она на сайте у нас с вами. Прямо вот мне кажется, самые ходовые цвета для ванной. Сейчас не хочется каких-то пёстрых, разноцветных. Хочется спокойных, нежных, красивых тонов. По поводу вот этих шкатулочек буду смотреть, сколько стоит. Мне безумно хотелось приобрести вот такую вот бежевую. Потому что здесь у нас, по-моему, магнитный замочек. А здесь на молнии не очень удобно всегда молнию открывать, закрывать. Но по мне. Поэтому я хотела взять вот такую бежевую. Посмотрю, сколько будет стоить. По поводу вот этого большого короба для хранения. Надо тоже смотреть, сколько стоит. Я от него в восторге. Я сложила туда все крестюшкиные игрушки, у меня ещё осталось место. Это так удобно. Я её выдвигаю в центр зала. Она играется. Всё, потом всё туда сбросили. Закрыли крышечкой. Всё красиво, всё аккуратно, всё супер. Я бы в будущем, конечно, с ремонтом теперь, скорее всего, затянется дело. Естественно, да. Как бы это не самое главное в нашей жизни. Да, так я бы потом все свои шкафы в будущем заполнила вот такими красивыми, удобными органайзерами. Потому что они достаточно прочные. Они очень хорошо выполнены, да. По серии Гринли у нас с вами подражали средства для стирки тоже. Будем смотреть по цене. Буду смотреть, если что-то нормально будет стоить, возьмём. Но биосей я в любом случае брать не буду, даже если ценник на него не подражал. Девчонка, он у меня ничего не аттестировал. Ну вот честно, ну зачем? Зачем мне лишнее расстройство? Вот эти новинки тоже хочу взять. Универсальное моющее и антижир. Я надеюсь, что он помощнее и будет уже прям максимально близок к моему любимому средству ГРАС. Да, если это будет так, то всё вообще супер, классно, замечательно. Средства для мытья посуды, скорее всего, возьму по той цене, по которой будет. Потому что у меня есть немного в запасе, но совсем немного. Да, и какой-нибудь обязательно приобретём с вами, возьмём. Порошки подражали максимально, да. И это понятно. Здесь всё понятно. Если бы на них цены не подняли, их бы уже давно не было. И они никому не достались. А так хоть по какой-то цене они кому-то достаются, да. Посмотрю. Может, и порошочком запасусь. Всё возможно. По поводу вот этого очистителя, девчонки в комментариях спрашивали, очистила диван или нет. Я не стала его чистить, девчонки. Мы с вами протестировали, разницы не было никакой. Я так поняла, что диван у меня особенно не грязный, он нормальный, он не поведел цвет на одном месте. Да, поэтому я не стала чистить целиком. На это нужно безумное количество времени, да, и сил. Поэтому нет, не стала. А по-любому мелкая полезет туда на него. Посмотрю, сколько будет стоить корм. Девочки писали, у которых животные, кошечки, собачки дят элитный, достаточно корма. Они подорожали минимум в два раза. Это вообще прискорбно. Вискос пока не подорожал в магнит-косметик. Я была вчера там. Мой кот ест вискос. Если корма не подорожает, тоже я возьму в запас своему другу. Думаю, друг он ест, в принципе, всё. Много коллекции одежды. Здесь, кстати, есть на что посмотреть. Вот прям новая коллекция одежды. Фаберлик меня радует. И когда я последний раз была на сайте, на одежду цены не подняли вообще. Поэтому, мои дорогие, Фаберлик, это наше всё. Такой огромный ассортимент в одном каталоге. Вообще потрясающе. И что у нас тут с вами в конце? Как всегда распродажа, но мы на них тоже не смотрим, потому что цены не совпадают с каталожными. По поводу бижутерии многие сказали, что вот этот зелёный комплект смотрится потрясающе. Мне он тоже понравился. Вообще очень достойная бижутерия. Покрыла прозрачным лаком. Ушки не чешутся. Ношу с удовольствием. Как бы всё прекрасно. Ну, даже не вижу смысла, да, вот этот раздел листать. Только про новинки вам рассказать. Вот этот универсальный бальзам ЛАФ. Я стараюсь интенсивно его использовать. Но он всё равно для меня лично не сравнится с кремом в баночке в большой. Он увлажняет мне и убирает сухость гораздо быстрее. Поэтому вот так. Новинки гели для душа классные. Если не сильно подорожали, можно взять в запас, потому что они действительно классные, действительно суперские. Я думаю, серия Ботаника тоже не сильно ценник свой поменяла, не критичный. Да, у нас в своём основном это вайфинг, такие вот средства. Поэтому своими любимыми продуктами можно запастись, потому что, скорее всего, склады, они будут немножко опустевать сейчас. Компания Фоберлик ищет выходы, я уверена, она их найдёт. Поэтому не парите горячку, девчонки, всё будет замечательно. И для тех, кто не зарегистрирован в Фоберлик, я приглашаю всех регистрироваться по ссылочке под видео. Вот такой классный подарочек будет, средств по уходу за телом антицеллюлитных. Я считаю, это очень достойный подарок. Регистрируйтесь, покупайте со скидкой. Это вдвойне приятно, потому что разница между ценами на сайте и вашей ценой будет очень существенной и весомой. Ну и на этом всё. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Да, девчонки, информация поступает так быстро, что не успеваешь вам о ней рассказывать. Подарок за регистрацию в этом каталоге будет не этот набор, а 500 рублей. Это, кстати, крутой подарок, мы сможем его потратить в следующем каталоге. Я, например, выбрала бы 500 рублей в связи с нынешней ситуацией. И каталог у нас с вами доступен на сайте и в приложении Фоберлик 2.0, но без цен. На момент начала действия каждый день мы с вами можем отслеживать цены только на сайте. Денежный подарок – это всегда приятно. Поэтому, девчонки, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Я вас жду, будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok